В Приморье завершились выборы по поправкам в Конституцию. Результаты общероссийского голосования подсчитаны. После обработки 100% протоколов количество голосов за составило около 79%. Приморцы поддержали поправки. По вопросу, одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации, участники голосования на территории Приморского края вы сказали следующим образом. Да, одобряю. 723 089 участников голосования. Нет, не одобряю. 185 629 участников голосования. Всего в Приморье 1 464 166 избирателей. Им выдали 917 209 бюллетеней. А в ящиках для голосования оказались 916 922. Недействительными признаны 8 204 бюллетеня. Таким образом, явка составила 62%. По уровню поддержки поправок Приморский край показал один из самых лучших результатов в стране. Всего в крае действовало 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. В заключительный день голосования явка на пунктах была довольно высока. И несмотря на поток голосующих, все прошло безопасно для их здоровья. Избиратели отмечали важность высказать свое мнение и сделать выбор в этот день. Так могу показать свой выбор, да, выбор будущего моих детей. Вполне все безопасно. Перчатки, одноразовые ручки выдают, все на уровне. Это важно не в стороне стоять, а что-то делать, хотя бы, блин, проголосовать. Выбор, потому что это, как говорится, гражданский долг, поэтому и стоит ходить. А то, что сегодня, ну, потому что сегодня первое число обязаны все, поэтому выходной сделали. Я прожила в тот период времени, когда о нас заботились. Я очень благодарна Владимиру Путину, что все-таки он о стариках заботится, о детях. Вот как раз поэтому и важно, что я поддерживаю эту политику. Вот поэтому мне и важно. Говоря о самом процессе голосования, то оно прошло без нарушений. За порядком следили свыше 5000 наблюдателей. Они работали на избирательных участках в течение всего периода голосования с 25 июня по 1 июля. За время наблюдений жалоб на эффективность процесса не поступало. Нарушений не выявлено. Жалоб и претензий к соблюдению мер в санитарно-экономической обстановке не поступало. Поддержали поправки в Конституции многие известные лица Владивостока. Главный врач Владивостокской клинической больницы номер 4 Елена Новицкая отметила важность поправок, связанных с семейными ценностями, безопасностью страны. Особое отношение, конечно, к изменениям в системе здравоохранения. Новая и ранее не обсуждаемая тема – это обеспечение органами местного самоуправления доступности медицинской помощи. Мы, конечно, понимаем, что это значит, что это для поликлиник, для детских больниц, для многопрофильных стационаров. Для нашей больницы, мне кажется, для всего здравоохранение Приморского края 2019-2020 год был прорывным. Мы не видели такого внимания и такого количества финансирования, которое было направлено на систему здравоохранения. Отметим, что итоги голосования выявили не только отношение населения к поправкам, но и обозначили рост доверия избирателей к институтам власти в целом. Губернатор Олег Кожемяка, для которого нынешние выборы стали первым самостоятельным и крупным политическим событием, показал свою эффективность и системность. Для Приморья результат в 79% оказался самым высоким среди электоральных событий федерального значения за последние 10 лет. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.